Врываемся на B.I.G. против Fnatic. На B.I.G. Fnatic, да. На B.I.G. Fnatic, да, все так. И здесь Dcash, ну мы знаем, кто здесь на самом деле фаворитом является. Это команда Fnatic именно. На Dcash это, ой, прям, фнатические Dcash. Здесь немножко, конечно, другой состав, но здесь зато есть из бывших NIP, опять же, а мы знаем, как NIP. Бахали Dcash. Кримс за белым ящиком пока что в ангаре, но под него так и не открылись. Да, и на самом-то деле подсадка под ми, Тапсон в агрессии перед гаражом. Попытка запикать Кримса, но вот и, кстати говоря, получается более-менее удачно. Но с другой стороны GV падает на голову Тапсону, делая свой N3. Смуя падает в винтах, также получает еще и Nex. А Губи с Тизеном остается вдвоем против пятерых. У них разделение по плентам и бомба направляется в сторону базы B. Губи и Тизен вдвоем. Губи упал, остался Тизен. Так как это пистолетка, Тизен будет пытаться, наверное, бороться до конца. Но кого-то забрали. Ну то есть... О, ничего себе, Джон Виксон. То, что надо. То, что надо, согласен. Со всех сторон будут зажимать, скорее всего, сейчас. Хотя Dc для того, чтобы Тизен нервничал, он же понял, что это Dc. Поэтому вернулся на железо обратно. В итоге отъехал от Кримса. Эта пистолетка в пользу команды Fnatic еще бомбу поставили. 300 баксов там кто-то поставил. Прямо все приятненько. И даже прям сразу калаш уже залетает. Но МакТен надо докупать, дорогие друзья. Все-таки еще МакТен будет. Еще три, еще два. Так три или два? А, юмпики. Ну, два юмпа тоже, как говорят. Ну, три. Еще два, да. Два трактора. Сверху будет тоже приятно видеть. Биэйджи. Вот что касательно них. То смотри. У них пистолеты без арморов. И вообще что? То есть две ЦЗшки, один по 250 ХЕшка и два юспа. То есть даже так никаких юспов не меняют на кастомные пистолеты. Они просто играют практически фулл экономически. За счет чего плюс экономика к первой закупке. Что очень важно, между прочим. Получает немножко Дрейкен. По ХП здесь Тизен уже умер от ХЕшки. Точнее, был добит ХЕшкой, опять же, Смуя. По Флюше стреляет. Смуя, кстати, недавно говорил, что ему, что-то я переоцененный игрок. Обо мне так говорят, говорят, говорят. А я считаю, что вот все нормально. Баттерфилд рассказал его фамилию. И вот вылетает Флюша. Он все-таки пошел в отель. Так же, как он и писал. Здесь до матча. Гэл. Как он Флюшка. Да, наберете, пацаны, когда доиграете раунд. Да, да, да. Как вообще нормально. Ну, сейчас вернется там. В Дикси пошел. Реклама, реклама, Евгений, реклама. Вот, да, какой-нибудь. И, соответственно, Next, Tabs and Go Bees. Мы остаемся в четвером против команды Fnatic. Fnatic все еще могут это выиграть. Хотя неприятно, что он действительно вылетел. Но, опять же, Калаши против Мактенов. Вот это все. Тут немножко сложно. Немножко может быть. Гзист пытается работать, но при этом пытается работать аккуратно. Много времени на себя стягивает, потому что под б-базу всего лишь один смуя. А вот касательно смуя-то, он фуловый, да, с мак-десятым. И, к слову, Гзист, Кримс и Дрейкин тоже далеко не фуловые. И касательно матча Na'Vi, ребят, так получилось, что пришлось сделать ротацию. Тем более вы просили хороших кастеров. Вот вам хороший кастер. А мы увольны. А мы увольны, да. Мои комментаторы повторов. Губи и Nex остаются вдвоем. Бомба будет все-таки на б-планете поставлена в последние секунды, кстати говоря. И, ну и все. Вот теперь вот эти вот пистолеты-не пистолеты. То, что там вылетел флюш и уже зашел обратно. Стиль форта, видимо, в отеле обратно. Губик, кстати, где 100 минусует. Это тот самый трофейный калаш. Это очень крутой килл. Это действительно очень важно для команды B.I.G. здесь. Но фнастики-таки переживут этот форс. То есть бомба уже тикает. Вот они абсолютно точно его переживут. Единственная проблема, что да, я бы сказал, наверное, потеряли многих. Могли бы и поменьше поумирать. Но, с другой стороны, местами и сами сыграли не так концентрировано, как надо было бы. То есть немножко расслаблено. Ну и Губи с Nex уходят на сейв. Два девайса раздобыли. Есть ЦЗ-шка. В принципе, для следующего раунда неплохой такой раскач может получиться. Еще и Nex может купить себе первый кевлар для прикола и пойти формить с мак-десятого. А ты прикинь, благодаря вот этим двум девайсам они еще смогут раунд выиграть. Потому что я обращаю внимание на Тапсона. Он покупает себе кевлар, ему дропается АК-47. И Nex берет аж вторую каску. Берет смоук. И в целом команда защиты делает бай с пистолетами и двумя заставленными девайсами. Круто. Тут Natu написал очень гордиться команде Энси за первую карту. Это был лучший экспириенс у команды Энси, короче говоря. Здесь Nex погибает. Ну, третий раунд, если что. Правда, с сохраненного Тапсона Калашом. Ну, вообще с сохраненным Калашом, который сейчас едет Тапсона. Да, и Nex Мак-десятый потерял. Да, да, да. И здесь Мак-десятый тоже выпал. Вот. И говорит, что, мол, будут продолжать, в общем, они тащить. Джона Леппонин. Леппонин, наверное. В общем, сложно здесь с финскими именами. Но Энси реально молодцы. Они выбили Мамаспорт. Это действительно сенсация. Вот. А мы здесь продолжаем. Вот он, третий раунд. И пока я говорил о интересных вещах, но вообще в целом достаточно левых, команда БиАйджи как-то так, точнее даже команда Фанатик, особо никуда не будет. Да, и, соответственно, потеря лишь одного Nex, это далеко ничего не значит. Тапсон 50 хп с Калашом и Армором. Смуя на Б-базе умирает от Гзиста. Одно хп остается у Губы Би. Он уходит назад. Его, видимо, отпускают. Работает Дживи, забирая Тизиона. На планете работает Дрейкин. 41% хаус-поинтов. И Тапсон... Ой, как настреливает Губи по Дрейкину. Еще и Тапсон начинает репикать. Плюс еще один фармган. Красиво, красиво. Но вот сейвить трактор я бы не советовал. Хотя, с другой стороны, лучше, чем ничего. И команда Фнатик уже пошла на охоту. Где Тапсон и Губи заседают на Аппленте. И для них просто бы выжить здесь хоть как-то, да зачем-то. Но Фнатики уже идут прямо им по пятам. ВП 1 хп. Тапсон 48. Очень мало. Нет, даже не минуснет Климза. Ой, что-то все выжили вообще. Да, еще и Калашик заберет. Еще и Калашик заберет. А вот то, что Тапсон как-то не получился по стрипе, это грустная реальная история. Но, девайсы, дорогие друзья, вот сейчас от команды B.I.G. очень важно. Две эмки длинных, две коротких. АВП. Нет отодов, есть китов. Некоторое количество гранат есть. Молик 1. Сетишные, опять же, зажигательные гранаты. Ну, против Мактена четырех Калашей. Ну, опять же, дело не в девайсах, да, особо. Важно понимать, что снайперская винтовка есть у СМУ. И это может как-то зарешать. Но, с другой стороны, фанатики могут расчехлить свои тактики быстрого врыва, быстрого реагирования, например. Причем, со всех сторон буквально не давить оппонента. Губи забирается в Вент. Тут также Некс у нас имеется на позиции Амэйна. Флюша на старте получает гранаты. От него Некс уходит вперед-назад. Губи закрывает Гзиста под бустом. Минус, откроем за погубу B. GV под вайтбоксом. Тапсон это дело, скорее всего, не запалил. Получает флэш. GV открывается. Делает еще и минус по тизерну за холодильником. Да как же так, ребята. B.I.G. Что вы такое делаете? Реально. То есть вот я не могу сказать, что они плохо стреляют или какие-то плохие муны делают в целом. Но потому как все складывается, все происходит. Что-то совсем забавно получается. Одно ХП у Некс остается. Он между двух окней уходит под хайвей. Еще и грызается на треке. Но тут дает одну пулю. На КТ остается с Муя с Авиком. С Муя получает флэш. Получает по голове. Погиб. Да. Это девайсный раунд, который фанатики, по сути, защитили в сторону своего винстрика. То есть это важно понимать. Это вот доминация именно на атаке, на декэше от шведского коллектива. Нету денег у команды B.I.G. Вероятно, будут отпускать и пятый. Но всегда вот чешки, какие-то деглы, конечно же, могут сработать. С другой стороны, фнатик это сама вообще-то та команда, любитель вот этих чешек и деглов каких-то. То есть они должны понимать, как должны играть с такими пистолетами. И теоретически вроде должны не подставляться. Но у них есть иногда какая-то такая бесконцентрация. И свободный флоу такой режим. Прям челлаутный совсем. Регги-регги стайл. Опа. Джеспер Вексел действительно находит Апсон, и Апсон погиб. Далее еще и минус Адрейки на пасму. И остается у нас Губи, Тизиан и Некс. Они втроем B-базу продают. Некс тут на вентилях пытается отчекать B-плент, но понимает, что все слишком опасно в этом направлении. Губи скачет по крышам, по гаражам. И GV закрывает еще и Некса. Остается лишь один бедный Тизиан на спидвей. И у него там уже голова горит. Кримс его закрывает. 5-0. Фнатики пока сухой старт для них. Хорошая экономика, хорошее начало. Но, но, но. B.I.G. это не мальчики для битья, я так считаю. Пора бы и проснуться. WVP. То есть они, видимо, отвечают. Или пытаются отвечать твоим словам. Потому что мы действительно не такие. Мы будем закупать WVP. Мы будем пытаться вытаскивать вот этот уже девайс. Хоть и не получилось на первых пяти. М-ка длинная, две коротких. Дефюшкиты здесь уже есть. У одного Тизина, но хотя бы, в принципе, на команду есть. А вот команда Фнатик уже не особо спешит. Понимая то, что вот этот, на этом девайсном раунде реально биги могут собраться. Как раз. То есть Фнатик понимает, что один они отыграли. Окей. Взяли следующий, опять же, эко. Окей. А вот здесь реально будет сложно. И надо, наверное, даже максимально медленно, кстати говоря, отыграть этот раунд. Тапсон и компания получают вариант на занятие мидла. Но вот насколько долго они тут простоят. Дрейкин уже забущен. Дрейкин готов стрелять по головам. Если что, Кримс вроде как пытается забайтить на себя. Смог в коннектор. Флэш наверх. Миннеса Тапсона по Кримзу. В гараже на мидле. Дарья под Б базой смой. Пытался с ВП сработать по направлению Б подхода. Но и Флюша его отпускает. Хотя вот, слушай, ну не надо, не надо Флюшу так агрессировать. Надо бы мейн так точно. Некс. С ХЕшечкой. Стоит пока что под эмейном. Но это медленный раунд от команды Фнатик. Да, Флюш, правда, Кримс точнее зашел, что-то умер. Вот, Флюша тоже мог бы в целом погибнуть, но не погиб. И Фнатики, опять же, по своему разумению, вроде как делают все правильно. Потому что вот я предполагал, что так будет. Вроде так и получают. Единственная проблема, что у Дрэкина очень, может быть, крутая позиция. Но там вот этот товарищ, этот Тапсон, да, все-таки Тапсон Дрэкина здесь убирает с дороги. И такой куцый забег на Б-плэн, да, получается у нас Флюша вместе с товарищем. А третий человек очень далеко. А здесь Смуя с ЭВП, Смуя, это похороня, Флюша. То есть медленно, короче говоря, вообще не получилось. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Смуя еще и Кзиста отлавливает. Потому что с почином, с первым раундом, если сейчас в сухую, то так-то экономику можно поднять неплохую. Хотя гранат тратится немеренно количество. И БИГ это прекрасно понимает, что долго вы так не просидите. И GV заселил АК-47. И что у нас по защите? Две, три, пятьсот. Ну, покупайте гранаты. Срочно гранаты покупайте. Дайте посмотреть, сколько у вас будет денег. Нет, байя не будет в случае. Проигрыша. Двоих так точно. Один, пять. Первый раунд для команды БИГ. БИГ смогли. Поэтому Фнатик делали действительно семейно. Но это как раз и не получилось. Может быть, если бы было быстро, может быть, получилось. Кстати, по поводу быстро. Дрейкин здесь покупает АВП. Будет ли Фнатик играть более реактивно? Реактивно? Да, более реактивно. Или нет? Это как ты себе представляешь? Реактивно Фнатика. Это с тегами? Вот так. Не-не-не-не. Это вот это все. То, что где сейчас делал. То, что он так вот это поджал агрессивно. Вот это все оно. Как раз Некс находится за квадом. Прошу прощения. Дрейкин будет ли под флешку закидывать под своих товарищей. В итоге решает, что нет, не надо закидывать. Деспривекселл подбирает АВП. Смотрит. С Ворклифта будет выгонять оппонента. Нет, не будет. Умирать будет, так и говоря. Умирает Атизиана. Флюша под винтами. Кримса под белым. Смуя на Б-пленте. И команда Фнатик несколько рассыпается. По одному действовать не так уж и просто. Но с другой стороны Гоби в коннекторе. Хаешка под вентиль. И получает еще минус 45. Флюша здесь. Ох, какая грусть, печаль, обид, разочарование одолевает команду Фнатик. В очередной раз они теряют еще одного тиммейта. Дрейкин. Куда ты? Как он под прицелом смует и бегает? Флюша. Фукзист отправляется отдыхать. Тут Кримс пытается работать под вайтбоксом. Бомба под Б-базой была сплена очень давно. И Кримс в коннекторе теперь умирает от Тизиана. Знаешь, у меня ощущение, что у команды Фнатик в Фимспике произошло что-то странное. Они действуют все по одному настолько безалаберно, что прям хочется нажать кнопку удалить их сервера. Кикнуть просто. 2-5. Бэйджи все-таки выигрывают. Еще один раунд. и и что и калаш плюс 2 калаш калаш на калаш получается что плюс 3 калаш получается калаш калаш если калаш на калаш и мактен еще то есть они все-таки до закупились чем смогли и не хотят бейджи отпускать далеко понятная идея кстати говоря даже наверное да наверное даже не стоит отпускать команду бейджи далеко а вот реактивный фнатик кстати говоря уже убил ой да тапсон хорош а вот есть такой товарищ тапсон который вроде как агрессии позволяет себе не всегда правда продуктивно не всегда полезно но с другой стороны и ладно тиммейт сейчас его подстраховывают уже 3 тиран для бейджи и знаешь ли так то не хотят сдаваться немцы и компания вот как она бывает вот как она бывает эти подряд будет для команды бейджи и правда флюша поставил плент но они же ведь закупались только что это означает что проблемы будут что проблемы будут плюсом мало ну что не на 9 хп было бы поболее он бы скорее всего как-то мог мансить но здесь и молик за тройку то есть шанс вообще было мало ни смока ничего то есть даже не помансить никак не прыгнуть next будет офисить эту бомбу пытается сменить девайсы ну вот мы видим три четыре четыре пятьсот четыре четыре восемьсот четыре триста не можно 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 я даже сказал нужно но вот из-за того что кримс берет пистолет нельзя уже потому что они уже пробовали вот это вот можно можно у них не получалось а они все равно это делали ладно все вопросов ноль значит не чувствуешь игру но кстати говоря вот кримс в угоду своим тиммейтам он ведь вместо того чтобы купить коллаж с первым армором он купил дигл дигл и раскид с армором то есть видишь что-то то есть в этой команде но они все еще видимо не хотят очень сильно отпускать команду бейджи даже на последние деньги местами с недостачей гранат местами с недостачей девайса например от крымза хотя дигл опять же то есть может быть этого хватит на саппорте может быть это команда фнатик этот реактивные вообще реактивные штуки какие-то реактивные импульсивные решения при этом могут быть очень сильные не знаю не означает что плохие они просто быстрые иногда не считаемые как раз это вот и интересно собственно в шведском коллективе в данном это это то что мы вообще всегда любили в целом всегда любим старой команды immortals не хватает я про не вспомнил тут как раз она только вот уже шведская и вообще старой команды фнатик это тоже она теперь это новая команда фнатик вроде исповедует тот же стиль и это очень хорошо здесь получает пхп но выжил здесь прыгает в итоге под буст у него тут коннектор смоук а плент тапсон с авиком в мэйне до этого молодого человека бы остановить и считай а плента открыт то есть тут один парень решает все вопросы кримс напрягая тапсона отходит назад живи с хайвэй пытается работать здесь вот он чеки вот через мог уже тизианом тизиан с переменным успехом справляет с этой задачей теперь же подход на базу бы смой за тройкой перетяжка от губа бии на девяточку закидка самокан на кт и смоя просто тоже на закрытую закрывать еще и губит закрывает экзиста еще и дэмэдж наносит и времени очень много тянет потому что это 20 секунд смой откидывает гранату и фнатики не замечая тройку вовсе крым забирает губа бинах закрывает gb все западню попали и давайте до свидания потерялись чё-то с командой фнасик прям реально потерялись чё-то раунд подряд от команды бейджи не потерялись может быть просто адаптация пошла успешно у команды бейджи ты имеешь это ставит паузу понимая то что что-то что-то вот совсем грустненько совсем не то да и против бегов уже не получается что-то не так не получается не сяк не получается медленно пробовали первый раз отлетали быстро пробуем отлетаем что-то что-то не так надо что-то менять надо как-то подстраиваться при этом бейджи реально довольно приятно стреляют по позициям опять же выхода противника при этом изначально даже имея не имея точнее преимущество на том же самом б то есть сначала работают стараются работать и опорники которые на плане то есть они не проигрывают свои позиции а потом уже подходит халпа, и даже если опорники, например, вот в этот момент уже, они не удерживают типа, пацаны, передайте как бы моей жене, что я люблю ее, да, и забирайте вот этот бой сами. Это вот достаточно, достаточно времени для того, чтобы продолжать как раз. Это вот именно вот тот тайминг, который нужно опорнику всегда выдерживать, если подмога в пути, но он может... Трихаешечки? Опа, это что такое? Трихае. Три картошечки. Ой, кто-то походу зафылил одну, да, но... А ладно, не беда, минус отизина по Дрейкену, Дрейкен в блайнде умирает от агрессии на мыне, и, соответственно, теперь 4 в 5, фнатики, ну, все, как бы задушили сами себя, возможно, общаются по ходу этого раунда, потому как надо решить что-то для себя. Агрессия на мыне продолжается, Флюша не справляется с Тизианом, Кримс в двери забирает двоих в мыне, вот это поворот, бомба ставится, Кримс расправляется, должен, должен, должен давить Тапсон был, но не попал до конца, зато вот флэш от товарища и минус по GB, Кримс... Сжигается на работе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой... А это все еще 2 на 2, кстати говоря... А патрона? Сколько патронов там у Кримса? У него, видишь, 9... Здесь вопрос то, что Кримс уже... 9 патронов у него было, 5 патронов... О, как же хорошо все получилось... И Баттерфилд остается последним против двух ребят из шведского состава команды Фнатик, пытается развести хотя бы одного... Опа! Нет, и не получилось, Кримс чешет... Все патроны потратил на Сашке, все... Круто, кстати говоря, добирает в итоге Кримс своего оппонента, это 4-6... Очень сложный раунд, на самом деле, для команды Фнатик, очень получился клачевым и непонятным, да? То есть, кто победит, не было понятно вообще до самого конца... Но вышло как вышло... Останавливают винстрик команды БиАДЖи... Шведский, опять же, состав... Здесь... И 4 калаша плюс АВП... Будут дальше продолжать... При этом WP от команды БиАДЖи... БиАДЖи не хотят все равно проигрывать и сдавать свои позиции... Ну, а с другой стороны... АВИКИ, КАЛЬТЫ... И это все, конечно, круто... И сейчас подход на базу Б может стать... Некоторой неприятностью... Но вот Флюша... Что Флюша здесь пытается настрелить СМАКа... Получается-то так себе... СМУИ получает... Молик немножечко под ноги потерял ХП... Но стал чуть-чуть опаснее в этом плане... Напрягся... Средоточился... И вот теперь на дверях... Джи Ви балуется... Туда-сюда... Лево-право... И не удается ему монтить мимо пуль... С другой стороны... Команда Фнатик от этого ничего не получает... Ноль инфы... Ноль смысла... Дрейкин... Аккуратно выходит... Смотрит вайтбокс... Смотрит коннектор... Не видит никого ни там-ни там... Тапсон просматривает имейн... 3А2Б... Ребята с командой БиАДЖи... И они при этом... Вот после этого я позволю себе заметить... Главное артерия... Как это хэш... И Фнатик вообще могут сработать через это... Если бы они знали... Да, то есть что там... А, там Кримс... Они знают... Потому что там никого нет... Ну и соответственно... Все еще могут работать... Все еще могут создать какое-то давление на хайвей... Например... Все еще могут через вентиляцию... Плюс коридор под Б... Зайти под Б... Но Фнатик все равно не спешат... Да, 30 секунд времени... Кримс... Все еще здесь... Кримс на месте... Готов... Слышь, что с винтов сработать... Хороший ахайет... Под вентиля... И... Минус по Кримсу... Прям вот... Вымеренный минус... Я не знаю... Что там... У Тим Спика... Фнатик продолжается... Просто внутри... Это жесть какая-то... Ребята не реагируют ни на что... Тизен забирает еще и Флюшу... Как бы разбор полетов не пошел... Раньше в Рим... Джи Ви еще и Гзиста забирает... Времени нет... Дрейкин Джи по минусу... Бомбу поставить... Вроде как удается... И минус еще и по Нексу... Дрейкин хорошо сработал... Два на два ситуация... И опять непонятно... Кто может победить... Есть молик от Смуя... Очень важный молик... Здесь заклад... Наверное... Будет он его кидать... Если доберется... Если доберется... Вопрос... Флешка от Гоба Би... И Смуя... Наверное... Под эту флешку... Как-то будет открываться... А время-то тикает... Дорогие друзья... Время тикает... Нужно спешить... Дрейкин... Аккуратно просто за Флэклитом... Прячется... И прячется еще раз... И он просто прячется... Потому что флешки... Ну ладно... Я просто посижу... И вот я перестреляю... Вот этого товарища... Отвечу от вот этого товарища... И здесь уже очень важно... Потому что... Дзэс Джеспер Вексел... Смуя вообще не понимает... Где находится Джей Ви... А времени нет... Опа... А вот и Джей Ви... А он сидел за ящиком... И это еще один такой же... Кстати говоря... Абсолютно погибает от взрыва... Джей Ви ничего страшного... Абсолютно такой же раунд... Продолжу мысль... От команды Фнатик... Экономики нет... Теперь нет экономики... У команды БИГ... Только лишь пистолеты... Без арморов... Могут тебе позволить... Далеко не многие... Скажем так... И соответственно... Для Фнатик шанс взять... Первую половину пауза... Лейзер... Слушай... Так это походу пауза такая... Вы сказали знак лейза... Пауза ставится таким образом... Да нет... Он Губи написал лейзер... И сразу паузу поставил... Нет... Пауза ставится по-другому... Через воут здесь скорее всего... А Губи по поводу... АВП судя по всему... Как я понимаю... Шутки юмора... Такие... Производились... Но это ладно... Все это лирика на самом деле... Команда Фнатик может выиграть... На первой половине карты Декэш... Потому что действительно нету денег... Как команда БИГ... Они будут закупать какие-то... Недефолтные пистолеты... И кстати по поводу... Закупки недефолтных пистолетов... Местами будут дефолтные... Потому что у них порог 2000... И они не могут его... Они не могут за него зайти по-хорошему... Иначе денег не будет совсем... Не ну могут... Там ради ФАМАСа такого... Не-не... Ну то есть... Стоит ли Ануто Волод вопрос? Могут... Но никто так... Особо никто так не делает в основном... Потому что это просто неоптимально... Неоптимально равно не выигрышно... Это же киберспорт... Тут такие ошибки вообще никто не прощает... В киберспорте нет ошибок... В киберспорте есть неудача... Вот... Подожди... Ты мне тут пару дачи затирал... Ну я говорю что... Да-да... Удача для слабаков... Но... Сори... Ошибок нет... Ноль ошибок... Флюша тем временем... Закрывает Тизи она... И далее проход еще... И от Апсона под буст... Нэкскримс по размену... Апсон тоже погиб... Что-то как-то просто взял и всех забрал... Губи и Смой остаются вдвоем... Ну... Ну-ну... Ну вот... Один пистолет такой... Второй пистолет сякой... Ой-ой-ой... А что Дрэкин промахнулся? Ну ладно бывает... Акела промахнулся... И... И все... Я к тому что... В смысле... Пистолет и пистолет... Губи на таких расстояниях... Чешка очень тяжело работает... С учетом аппердженерфа... В некоторых... На некоторых расстояниях... Теперь не два патрона... А три патрона надо... Например... А вместо трех... Опять же... Не три, а четыре... Поэтому тоже такая ся история... В итоге... Пистолет и пистолет... И ничего они не сделают... Восьмой раунд для команды Fnatic... Ну и сейчас дуэли между Смуя и Губи... Они друг на друга просто смотрели сейчас... Ну... Они просто друг друга пытаются закрывать... Губи в итоге отъезжает... Остается последний пистолетчик... Смуя... Видел... Видел... Видел по ходу голову, да... Радар точно видел... Спокойно забирает оппонента... К слову про радар... Вот... Меня чуть последние... Наверное... Дня три-четыре... Как-то странно... Стало работать именно... Мини-карты... После какого-то апдейта, видимо... Не видно людей за смоком... Раньше всю жизнь эту тему обузил... Ну типа видно... Но видно под каким-то определенным углом... А так, что прям как ранее... Да... Там стоишь... Чуть полубоком... Человеку... Его видно на радаре... Сейчас не видно вообще ни в какую... Боапартов смока... Пытаешься почекать прямо через смок и радар... Ах ты жа... Бузер... Не, в смысле... Бузер это... Игровая фича... Кто умеет, тут пользуется... Кто умеет, тут пользуется... Дорогие друзья... А может быть... Правда там подзакрыли немножко... Что с радаром сделали... Потому что у меня не получается... Знаешь, например... Вот... Любили использовать на Д-трейне радар... Если мы помним... На Котовице... То есть в мотеле... Ох, куда он отпустил... Флюша! Отпустил только что губи на голову... Ну как так там... 30 хп ж было с трактора... Только так... Забирай... Не хочу... Что ж такое... Это еще и смой теперь контролит... Флюша на каплях... Не, ну Флюша здесь останется... Позиция хорошая... И моликов нету... Кроманды... Флюша танцует... Немножечко от пультизиана... 5G... Ну так хватит... Не пытается Флюшу простреливать... Флюша в итоге... Он так и не получается... Смой идет его убивать... А... И Флюша просто отвечает... И на самом деле... Вообще по-хорошему... Он мог все еще остаться там... Потому что у него мало хп... То есть ему не надо было выходить первым... Но он просто врывается... Остаться, говоришь, да? Если хочешь остаться... Останься просто так... Да? Я олдфак... У меня вот это... Остаться пеплом на губах... Это хороший фильм, кстати, был... Но в том плане... Что это музыка я первый раз слышала... В Ночном дозоре... Часть 2, по-моему, как раз... Кто вспомнил... Плюсик вчера, дорогие друзья... Но... Вот этот вот берсеркер-мод от Фнатик... Они могут умеют практиковать такую историю... И реально многие команды, например... Такого не удерживают... Потому что... Обычно против них какие-то другие противники играют иначе... И более аккуратно... А здесь Флюша... Вот вне логики, да? По сути... Вот вне всех рисков... Он такой... А, я пошел сейчас, пацаны... Окей... И вот с генератора его вообще никто не ждал... На планете Б... То есть вот вообще... Ну, он через МОК там прошел, да... По КТ... И очень качественно зашел спина ГОБи... Но, опять же... Этого всего можно было избежать... И представь, если бы ГОБи умер от Адат по Пушесму... Там же совсем по-другому бы все стало... Это вот из разряда «если бы до КБ»... Как вариант... Ну что ж... 4-9... Фнатик берут больше, чем 8 раундов... Это доминативный раунд... Один сверху победного... И можно делать еще один... То бишь выходить на десятку... На счет 11... Немного сложновато... Сложно понять... И... Пауза от БиАйджи... БиАйджи хотели бы взять... Как раз то, что не хотели бы отдать команду Фнатик... Какую-нибудь пятерку... Желательно, какую-нибудь шестерку... Пятерку или шестерку... Ну, все нужно брать... Все, что дадут сейчас... БиАйджи, конечно... Но, с другой стороны... Вспоминаю, что мы с тобой... Видим на экранах... И, дорогие друзья, тоже... Это карта ДКш... Карта атаки... И, в принципе... 5-4 раунда... В худшем раскладе... За пистолетки первым байом... Можно превратиться в победу... Ну, так... Это далеко забегает... Ну, плюс-минус... Теарикрафтинг, да... Могло бы быть... У ГББ есть свои... Вещи на атаке... И под старый коллектив у него были, опять же... И под коллектив БиАйджи у него есть, опять же... Но... Фнатик будут подгладать на свою линию... Недостача девайсов команды БиАйджи... Недостача вообще боевой мощи... Сейчас... И... Гоп... Пока что стоит в упоре под Афгаром... Пуша... Флешка... Просто почти не пристреливает оппонента... Бомбы, правда, потеряли... Еще ребята... Здесь особо ничего страшного... Ну, будут... Теак... Тизен... Тизен... Тейт и темп провид... Я с точкой молсак... Я понимаю... Экзист... Обивает свое... Да нет, это я помню... Да... Но что-то как-то... Ну, Дрейки... Ну, дорогой друг... Ну, вот надо... Концентрироваться на игре Дрейки... Надо пытаться понять, что происходит... Ого! Там еще и буст! Да... Ну, все... Не, ну, здесь... Раунд Тизиана... Тизен просто забайтил... То есть... Байт 80-го уровня... Это вот команда Fnatic... Почему она такая, да? То есть она вот эмоционально... Берсеркер мод... И реально... Вот на такие темы... Можно их байтить... И они такие... Мы его не добрали... Надо закрыть гештальт... И вот они пытаются закрыть гештальт... У себя в своей голове... А Тизиан так и живет... И как бы байтится дальше... По большому счету... И именно из А Тизиана... Этот раунд выигрывает... И Тапсон все еще на бусте... И все еще делает минуса... Я не понимаю, как это происходит... Но... Так оно и работает... И, короче говоря... 9-5... Уже 9-6... Это вообще, в принципе, счет-то комфортный... Как ни посмотри... Мне все нравится... Единственное, что для команды Fnatic... Желательно бы... Желательно бы, конечно... Не проигрывать вторую пистолетку... С другой стороны... Биаджиана тоже нужно очень-очень-очень... Потому что за атаку стартой с пистолетки и первого бая... Ты прям вот заезжаешь как надо... Не ощущаю... Прям как по массу... У нас еще есть деньги у команды Fnatic... И это последний раунд первой половины... Потому что у них просто банально хватило... С чем их можно и поздравить... Давай свой водник... Давай свой вторых... Сейчас будем смотреть... Кто-то кого-то... Смуя... Бум... Хорошо, на водник тайминга... Должен уходить... Должен наживать... Дреки... Нет... Дреки, который вдруг... Размена здесь уже от тебя не будет... Фnatic будет продолжать в меньшинстве... Да, и для меньшинства атаки на кэше... Нужно просто осознать одну простую вещь... Либо вы выходите... Делаете свою работу... В противном случае... Какие-то холдраунды... И неудачные размины закончатся для вас поражением... Потому как, во-первых... Вас меньше... Во-вторых... Вы выходите на поздних таймингах... В-третьих... Ну, карта The Cache... Она считается именно T-sided... И если вы допускаете ошибки за атаку... То весь такой вот... Момент неожиданности... Эффект неожиданности... Он пропадает... Все... Деспривекс... Пытается простреливать смок... Аплэнд... Экзист на полу-пусте здесь... Блэймейна... Отходит уже за стеночку назад... Но пытаются они вместе живи... Здесь скрыть немножко А... Но... Не получается вообще-то... Вообще-то беги могут выйти на ту самую... Очень приятную шестерку для них... То есть это единственный был вариант для бегов... Который был идеальным... И этот идеальный вариант... Максимально близко... Потому что все еще 5 в 3... Три человека... А кто остался? Кримс... Экзист... То есть если каждый сейчас делает по минусу безразмена... Так ты это знаешь... И можно превратить на минуточку из 3 в 5... 3 в 2... Смекаешь? 3 в 5... 3 в 2... Магия... Чисел... Тапсон... Ну что-то нет... Может быть магия... Может быть и чисел... Может быть и Вингардиум Левиоса... Но все-таки... Дрейки... Тапсон набегает... Опять... Тоннику... Точнее... Опять промахивается... Прошу прощения... Тапсон в итоге минусует... 6-9, дорогие друзья... Че... Ну табуляцию взглянем? Как там? Да конечно взглянем... Ого... Там... Кримс-то... 17 на 8 оказывается... О как... Очень приятно... А товарищ Флюша видимо все-таки сходил... До комнаты... Да... До отеля... 15... 5... Прошу прощения на 11... Здесь немножко тяжеловато... Но... Это очень-очень-очень приятная... Первая половина для БиАйджи... Именно против Фнатик в данном матчапе... И дело в том... А вот БиАйджи все ровно... Обратите внимание... 11-11... 9-6-8... То есть... Ну стараются... Там ситуация такая... Что прям действительно все вместе играют... Настройщик боевой... Осталось взять пистолеты... Оооо... Здравствуйте... А это как вообще возможно... Это как возможно... Сейчас побудильник... Евгений... Ну просыпаться надо... Тут вопрос в какой команде... То есть просто... Нишар сразу поставил... Тайвинг... Да-да-да... На сразу вторую половину... Что мол... Кто-то... В итоге кто-то вытащит... И кому-то нужно проснуться... Красота... Красота... Между прочим... Но получается так... Что... У команды БиАйджи... Здесь три пистолета с армором... Остальные на раскиде... Губи и Тизиан... В упор к вайтбоксу подходит Тапсон... Попытки постреляться с коннектором... Против фьюши так себе... И Дрейкин на вайтбоксе не справляется... И грусть сразу меня одолевает... Почему-то... Хотя здесь подстраховал... На самом итоге... Заходит... Ставит хэдшот... 4 на 4... Все еще... Это пистолетка... Здесь все равно... Или как многие аналитики... Англоязычные любят говорить... Все рандомно в пистолетках... Потому что мало ли там... Какие хэдшоты вообще залетят... Кримс... Кримс, Кримс, Кримс... Пока что на планте... Вот он подходит через хайвей... Да, Кримс видел... Ага... Поставил дверь... В поздном контроле тоже... Понимаешь, что дверь где-то рядом... Ловит именно флешку двери... И Кримс понимает, что здесь забег на аут... И отъезжает от Тапсона... Оу... И все-таки JV проходится по оппоненту... Джаспер! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй... Как кусаются-то... Посмотри... Просто... Два в один... Го-би! Не лучший стрелок команды... Фнатик хотел сказать... Бейджи... Так вот... Кому там просыпаться-то надо... Потому что команда Фнатик берет этот пистолетный раунд... Правда, бомбу Бейджи поставили... То бишь, они, вероятно, будут на третий возвращаться ранний девайсный... Ох... Да, дорогие друзья... Мы вам напомним, что на основном канале... У нас продолжается... Nato Swinsler против Cloud9... На карте D... Инферно все еще... Они еще играют Инферно... Мы же заходили, пять раундов откомментировали... Они все еще играют Инферно... Какой ужас... Да, там довольно близкий... Ну, скажем, средне-близкий счет... Но Na'Vi вроде должны теоретически побеждать... Это все дело... Ну, в общем... Как бы такая история... То есть вы заходите... У нас там еще аналитика очень приятная... Профессионалы, кстати говоря, в аналитике сидят... Которые играют в Counter-Strike на профессиональном уровне... Или играли в Counter-Strike на профессиональном уровне... И замечательный ведущий... Она здесь Force Round... От команды B.I.G. Ну, как Force? Точнее, да, они же ставили... Да, прошу прощения... Они ставили бомбу... Значит, это, опять же, не дефолтные пестики... И потом будут на ранний девайсов все правильно... Даже не всегда обязательно не дефолтные пестики, как ты вот говоришь... Да, иногда люди делают простые фулл-углаки... И пытаются как-то с этим работать... Но обычно, да, действительно... Для команды B.I.G. заканчивается дело по 250-ми... И все, на этом история расходится... Флюша отходит назад... Играет там, между прочим, с Юспомом и вторым кивларом... Никого у тебя фармгана... Никакого скаута... Никакого дробовика... Чисто вот с пистолетом и... Наравне с своим импонентом... GV тем временем с Экзистом и Дрекеном 3 минуса... Защитная секунда... Четвертым падает Смуя на B-базе... И последний в коннекторе B-базы остается Тизен... Которому тут скучновато будет в одного... Ну, такое... Ну, а этот раунд они теоретически и должны были сдавать... Ну, опять же, наверное... Или в сухую? Ну... Да не, может и в сухую? То есть это могло бы быть флэка, например... Тоже с глоками хотя бы какую-то бомбочку там поставить... Делать минус два... Было бы приятно... К тому же, что вот сейчас первый бай... И не у всех даже гранаты-то будут в полном размере... Там вот 3850 точно без гранат... 500 баксов это смог флэш без дикоя... Но такое... Вот Тапсон купит, не купит сейчас молотов или что-то подобное... Потому что покупает флэш ХАЕ... Губи берет Галилла-Р в итоге... И второй Кевлар... Со смоком двумя флэшками... Ну, нормально... Разошлись, как умели корабли... Два Галилла-Р и три Калаша... В целом по деньгам и гранатам разобрались... Ну, а в остальном... Пока минут 40... И начало вот таких вот первых стычек... Для команды Fnatic... В очередной закупке только уже от команды B.I.G... Которым принципиально важно выигрывать... Ну, пускай и не первый, но второй бай точно... 611 пока что... Вот они ранние девайсы от команды B.I.G... Ну, они много денег не хватили... Поэтому два Галилла... Точнее, не хватило денег именно на гранаты... Плюс калаши, поэтому два Галилла опять же здесь... И Fnatic должны принимать вроде как выход по дату... Рейкин за фурк... Лифтом работает... Раз, скилл... Два сбудет... Нет... Его сразу снимает... Некс... И здесь Флюша отлетает от Апсона Флюша... Кримс понимает, что... Господи Иисус... Со всех сторон могут заходить ко мне... Ребята, котята... Куда ты стрелял, Кримс... В итоге префайр от GV... Кримса заканчивается двумя минусами... Но GV 6 хп... И он за плентом... Как он это делает? Как ты это делаешь, GV? Что? Шикарно... Ты такое? Шикарно... Некс... Остается последний... Но команда Fnatic... Вот если они... Нельзя ротацию проводить... Очень приятно... Всегда смотреть... На самом деле за тем, как они играют... Потому что это тот самый вот такой активный... Какой-то жесткий Counter-Strike... Игзист... На самом деле... Тоже... Что вот... GV 6 хп... Что скажете по этому поводу, Евгений? А что здесь сказать? А что сказать? Человек в двоих разбонсил на 6 хп... Двоих... Ранний его никнейм, помнишь? Wonder Child... Ну, да-да... GV Wonder Child... То есть тут еще что-то добавить надо вообще... Просто он вот такой... Очень эмоциональный человек и был... Всегда и таким до сих пор остается... Если вы будете следить за его лицом... И вообще его поведением на камеру... Ему нужен буст от своих товарищей... Настоящий викинг... Энергия... И он реально просто ломает лица всем... А вот если наоборот... Типа тильт и так далее... У него из рук все валится... У него реально не получается... И при этом... Тоже там много критики, например, на него валится из-за этого... Он вот такой... Вот сейчас он именно реально на своей волне... И команда Fnatic это самочувствует... И старается же с первых слов тоже помогать... B.I.G. будут с пистолетами... Денег у них нет... Потенциальные тринадцатые для Fnatic... Да... B.I.G. сейчас доходят до неприятного счета для себя... Двукратное большинство по раунду... Команда Fnatic... Врыв на базу B... Затутушил, походу, там один человек на B-базе... Хотя... Остается Тапсон... Два-три минуса делает он в этом раунде... Но, честно говоря... Для экономики команды Fnatic все не так страшно... Не справляются... Fnatic справляются, все хорошо... Пока что не дают B.I.G. отдохнуть... Вообще на сторону атаки... Хоть что-либо, хоть куда-нибудь... В принципе, да... Я имею в виду с точки зрения девайс... На каких-то хороших нормальных раундов... И... И все... Это и была их цель, по большому счету... То есть нельзя... Нельзя позволять B.I.G., Которые реально умеют играть на атаке... Ну, в смысле реально умеют играть... Конечно, реально умеют играть атаку... Особенно B.Plant... Меня в последнее время привлекал от B.I.G. Хотя... Опять же, как сейчас... Тут даже мне сложно сказать, если честно... То есть в какой форме вообще команда B.I.G. находится... Ну, в общем, B.Plant очень-очень нравился... В атаке, да... И вот фанатик понимает... Не, мы вам не дадим... Мы сейчас вот будем... Просто вот... Все выдирать из земли... Все свои возможные раунды на защите... Минус от Fnatic... Размин от Nex... Пока... Все еще под контролем... А вот после минуса от Rekin... Непонятно... Почему лезут на A.V.I.G. Почему ошибаются в одних и тех же самых моментах... В аспектах этой игры... Которые... Ну, наверное, играют уже довольно-таки давно... Все представители профессионального Counter-Strike... Играют в игру... Но... По меньшей мере... Ну, там хотя бы... 5-6 лет... То есть, да... Есть исключения... Есть молодые игроки... Есть вообще... И даже... Возрастная группа людей... Которая только-только начала играть... И уже добилась хороших результатов... Но... Но в целом... Игроки все опытные... Но наступают на одни и те же крабли... То есть, вот... С этим надо что-то делать... Кримс и Дрэкин остаются вдвоем... На защите... Флажечку, флажечку... Бэ, Дрэкин... Ну-ка, 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 ну-ка... Сиди, сиди, сиди... Он так и досиделся... А вариантов особо и не было... Он был сыгранно оглушенный... Он ничего не слышал и не видел... Кримс остается последний... Это седьмой раунд... Потенциальный для команды Биг... И должны они теоретически... Практически все... Кримсу надо сейвить... Хотя, смотри, там 1800... Вообще-то по-хорошему реально сейвить... То есть, было бы очень приятно иметь действительно несколько девайсов в следующем раунде... Кримс, наверное, так и останется здесь... Как я понимаю... Сидеть... Видел, видел... Тоже могу видеть девайсов... Ой, пошумел... Ну все... Здесь, типа, перестреливает... А вторую не перестреливает... Это был Тизиан... Он убивает... Ну, точная семерка... Но просто Кримс теряет еще... Свой девайс... Это будет... Он... Смотри, кстати, говорят... Джи Ви спрашивает, сколько хп у Гоба после, да? Пишет Тапсон 79... И Джи Ви говорит, типа... О, черт! Возможно, Кримс пошел сейчас ретейкать Бабазу... Только лишь потому, что... Была инфа о том, что кто-то красный... Но считаем, он убивает Губи, убивает Красного... Остается один на один... Может быть, из-за этого... Грустно... То есть, мискоммуникация такой, видимо, какой-то произошел... В каком-то смысле... Ну, уверенность просто есть же... Типа, что ты попался... Да-да-да... И, типа, ты вылезаешь... Ну да-да, слушай, это имеет смысл, действительно... Ну что, пистолеты от команды Фнатик... Ну, кстати... А угадывают по планету? Если пойдут сюда в ДИГ... Они хотят... А Фнатикам нельзя показываться... Им нельзя стреляться... Или какой-то один пистоличек должен стреляться? И смой по голове получил... Но вот немного, чтобы запайтить на Б... Здорово! Здорово! Всех прочекали, между прочим... И лево, и право, и мусорку, и план даже убили! Все, всю хую! Укрепление Б-база было скрыто... Пять лиц убито! Пять раундов преимущества и Фнатики... Ну, вот... Все еще не взяли три до победы... То есть, здесь как бы пять... Да, они временно ничьи... Или же все-таки семь... А то и восемь раундов до победы команды Биэйджи... Сказать что-то сложно... Возможный камбэк... От команды Биэйджи... Фнатик, правда, закупились... До фьюзкитов, правда, нет... Ну, они понимали то, что нужно останавливать команду Биэйджи... По сути, в зародыши на второй половине... Но, видишь, Биэйджи могут... Могут гнуть свою линию... И... Выскакивать и вытаскиваться из ям... Которые, казалось бы, вот уже все... Фнатики сейчас победят... Вот это все... Не, не... Урана, судите... Так, ну пока никто не умер, кстати говоря... Минуту 30 на таймере... Никто не хочет бегать в ранние раши... Бегать в ранние раши... А вспоминаю, как Биэйджи с этим закончили... У них сколько раз... Вот снова я хочу вернуться к тому... Что на мейн рашить раши... Это просто боль какая-то... Сколько бы я не видел в последних турнирах... Этой фичи, и все умирают... Либо там нет контакта... А если есть контакт, то контр-террорист зачастую умирает... И... Размена никакого... И опорники продаются... И аплант в Соляново... И, короче говоря... Да где помощь? Ноль помощи, само собой... Тизиан находит мисс по Кримзу... Дрейкин в смокове Тапсона... Плюша закрывает Тизиан... Таким образом снова большинство сохраняется за... Командой Фнатик... Джейвис живет просто на стрие ножа... Забирает бомб Кэрри... Там еще и Дрейкин отловил сму... И в итоге Губе остается 1 в 2... Ставить бомбу хочет под мейн... Но... Что-то с гранатой уже 3 раз свитчап... И непонятно, что он вообще делает... Четвертый раз... Пятый раз меняет на бомб... Да что... Губиду хватит дергаться... Да поставь ты этот пакет... В итоге открывается без бомбы... И чего... Столько нервов... Губи, 1 в 2... Сложная история... Опыт есть у Гоба, но... Здесь... Но сложно... Будет... Хотя... Прис-минус одни и те же позиции... Но уже в планете находится... Засланный Казачок... А Дрейкин просто справляется... Тот самый... Тот самый Казачок... 14.8... Да, Дрейкин все-таки делает килл... Здесь будет дефизить эту бомбу... 14.8... Все так... Денежки я считать будем или не будем? Да... Ну смотри... 1400 на река... В защите? Я лучше в защите посмотрел, типа... В защите... Ну, два засевленных девайса... Перекину сейчас... Ну, 3900 как бы... Вот я о чем думал... Маловато... Маловато будет для полной закупки... Даже если дропы... То кто-то останется без гранат по-любому... Вот кто это будет... Пока нет... Он там тут фармган... Покупает все... Вот оно видно, что... Решили выйти в положение... Купить фармган и остальным кальты... Все... Вроде как разобрались... И хорошо... И как бы ладно... В 6 раундов преимущество сохраняется... За командой Фнатик... И возможность выйти сейчас на дорогу... К победе на карте TheCash... Потому что забирая эту закупку... Денег в атаке не будет... Итак... Очень важный удар... Для команды B.I.G. Проигрывает его... Вероятно, проигрывает игру... Поэтому, наверное... Не будут спешить... Ну, то есть... Когда такой раунд... Обычно не... Не хочется, знаешь... Рашить... Эй, пацаны, побежали! Вот это все там... На B весело, на A... Как любят какие-нибудь SS делать... Например, как раз на Аплент... Прямо целым зергом, по сути, выбегать... Давить через мейн, например... Xist... Хаешка туда... Он прочекал этот токсик... Спокойная хаешка такая... Но Xist... Тот еще тертый калач... То есть он реально знает, как это делать... Как получать информацию... Как люльковать... Потому что он этим занимался... Столько, сколько он этим занимался... Вообще при игре в Нипах... Там и так далее... При игре на замене... Фейс... Опять же... Ну что... И... И-и-и-и-и... Смуя... Чекает и мейн... Очень много позиций смотрит команда BIG, по факту... Но что это им дает? Они же там все равно никого не встретят... Команда Fnatic, в свою очередь, закрывается настолько... Что вот только подсадка в вентиляцию... Создает какое-то ощущение того, что они хотят агрессию навязать... Но... Как итог... Tabson сам уже начинает прочекать... Вот гранату с винтов кидать было вообще-то необязательно... И теперь инфа про GV есть... Хотя, слушайте, Tabson-то проходит под вайтбокс... По таймингу... У-у-у... Куда ты собрался, Tabson? GV не прощает... Под свой же молик, между прочим, выходил он под открытие под гараж... Очень хороший килл от Джаспера... Джаспера, как обычно, интуитивно понимает, что происходит... Ох, Дрэкин еще минусует... О, Батизин, правда, отвечает на флюшу... Кримс находится за квадом на данный момент... Но Кримс шарит, когда надо выходить и когда не надо... И вот сейчас то самое время... Кримс... То самое время... Раз от Кримса... Два от Кримса... Вы не поставите эту бомбу, потому что... Вся команда Fnatic находится на волне... И каждый интуитивно чувствует, что вообще происходит на этой карте... И денег нет у команды B.I.G. на полную закупку... Быть может, кому-то даже дропнут коллаж... Что-то сыграет без армора... Нет, решает сыграть как есть... То есть... Кому на что хватит... Пистолет с арморами, фармганы, B.I.G... Так, а что насчет пиков... Ты сказал, Кэш, что чей там... Просто я уже опять все забыл... У меня память как у Рыбки... Я что-то сегодня слал... Хотя вроде и я Рыбка... Рыбка ты, да... По гороскопу, по крайней мере... А я Скорпион по гороскопу, поэтому... Вот так вот... Вот так вот у нас получается... Маленькое коллегиальное это самое... Так вот, и, соответственно, команда B.I.G. Закупилась чем закупилась... И сейчас... Кримс убивает Апсона... Кримс убивает Смойю... Кримс убивает всех подряд... Некса тоже... Губи отвечает, но это 2 в 4... Да, это аплент... Ну, мы же все понимаем, да, что 4 опорника... Ну, понятно, да, то есть это от бегов, конечно... Вот... Уже 3 опорника, кстати говоря, пойдут на этот самый аплент... Ну, в смысле, 3 ретейхера... Так, Джеспир Векселл... Ну, а JV, походу, он выходит... Первый... Давайте второго... Ну, почти... Ну, то есть, могло бы как-то... Верните мне еще и второго, пожалуйста... Туту Куда... Тизиан просто... Пау, 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 батя в здании... Батя в... Ох... Бэм, бэм, бэм просто Тизиан еще... Бэм забыл добавить, потому что это 4 на самом деле... Кила, это квадрокилл... Замечательного игрока команды... Би-ай-джи... Берлин Интернашнл Гейминг, дорогие друзья... Они не сдаются до самого конца... Вот львиные немецкие львы-то просто, боже мой... Ну и Фнатик немножко недостачит денег на КТ-стороняне. Будут сдавать еще и десятый. Казалось бы, конец уже близок. Почти вот-вот. Но снова укрепление на Б-пленте. Возможно, в этот раз сработает. Губи летит просто на плюс В, как и оппоненты, которые уже в смоку разминулись. Губи умирает от экзиста. Джейминт охладывает от Некса. Тапсон забирает экзиста. В итоге что? Дрэки на пленте с тройкой. Там перетерочка еще и от номера 8. Это Кримс. С Кримсом совсем не то. Падает экз. Дрэкина зарезали. Больно. Больно, но... Далее. Пять раундов преимущества. Может быть, допчики тогда таким образом. Пять к ряду. И давайте снова. Хотя бы и нет. Но это всего лишь спокойный пистолетный отданный как бы от команды Фнатик. И вот WP от Дрэкина от Джаспера Вексела. Еще MP9 здесь от Флюши. Он может врываться на ноге, там стрелять вот это все. И МК4-2. Без дофюз-китов. А, прошу прощения, у Флюши есть дофюз-киты. Даже так. То есть прям нормально все, команда Фнатик. Но Биаджи с хорошими девайсами. Здесь Фнатиком в каком-то смысле по боевой мощи будет, наверное, немножко сложновато. Но они все еще могут взять эту карту. Кримс. Аккуратненько. Занимаем мейн. Дает информацию о том, что на подходе никого. Команда Биаджи. Вот что касательно их стороны атаки. Они очень пассивно заходят на любое направление. Даже буст на мид контролится где-то издалека. И только лишь Б база становится каким-то дефолтным подходом в их исполнении. И Флюша получает смок в гараж. Некс нашивает вент. Возможно, даже Флюша мог бы как-то это дело обыграть, чтобы подловить Некса на тайминге. Но не стал. Не стал. Да и фиг с ним. А вот Дживи, понимая, что здесь что-то не то, продлевает смок еще и в гараже. Экзис смещается на Б-плент. Закидывается молик на сэндбэкс под мидлом. И Флюша все еще сидит под гантом и не парится. Дживи пытается дать смок-шот. Еще один смок на гараж. Что ж вы такие? Выпер. Это нереальный под мидлом. Здесь устроили полную замануху. И Тапсон на вусте. Смок-коннектор. Раскидка гранат под мид. Флюша под смоком. Забирает Тапсона в голову. Некс туда же выходит. Получает еще шоты. Еле-еле Флюша показывает старый добрый. 15-го года стайл. Нашивая смока и иллюминаты. Все дела. 4 в 3. Смуя губитизен. Ну вот выход под базу Б. И Дживи мажет с авиком с 9. Но Смуя все еще терпит его зарепикать. Гзис закрывает губа Б. Смуя репикает Б точку. А бомбу ставить, видимо, никто не собирается. Времени нет. Кримс не прыгай. Кримс не надо. Кримс. Кримс! Ой-ой-ой-ой. Какая победа. Одно хп. Два подряд на одном хп вытаскивает Кримс. Просто, ну, уже, Андрей, я об этом сказал, потому что это жесть какая-то. Боже, какой клатч. Просто какой клатч. Унижение в чате написали. Вот согласен? У унижение. У унижение. Ну, вот с точки зрения каких-то раундов точно, да? Абсолютно точно, да. Ну что, дорогие друзья. Мы будем ждать.